К теме выпуска. Бендеры, отголоски трагедии. На стенах следы от пуль. Сны о погибших товарищах. До сих пор невозможно забыть, как разрушали город гибли люди. Вот еще несколько историй о событиях 92-го. Эти две пули. Видно, они оттуда прекрасно, получается, стреляли. Мы как раз здесь обедали и сидели здесь. Если бы чуть-чуть, я не знаю, как раз над человеком выпало. Она вот так вот, пуля пошла рикошетом по асфальту. Николай Дорошенко в 92-м работал водителем на заводе. 19 июня был дома. Ждал жену с работы. Думали ехать на дачу. Планы прервали выстрелы. Стреляли у типографии. Но было слышно и за железнодорожным мостом. Это другая часть города. В тот же день Николай пошел в гвардию. Взял оружие и встал на защиту Бендер. Занял позицию у туб-больницы. 20-го и было это. По нам начал стрелять снайпер. Но он вначале стрелял. Люди ходили здесь. Все равно движение было. Больница все-таки. И увидели, что человек. Но он не попал. Или специально просто как бы пугал. Ну и потом мы уже вычислили его. Их, по-моему, два даже было. Один стрелял с железной дороги, один отсюда вот с молитвенного дома. Николай отправили в Протягаловку. Это пригород. Там наши бойцы контролировали дорогу в Бендеры со стороны Гербовецкого леса. В памяти осталось, как над головой постоянно свистели снаряды. Выходили разведчики. Они вот в лес, когда вот это обстреливала артиллерия. Там сильно много войск собралось. Они как раз планировали нападение, наверное. Ну их тогда вот хорошо артиллерия поработала. Мы-то как раз стояли прямо над нами вот эти снаряды. Прям слышно было, как они пролетали. Отголоски бендерской трагедии в воспоминаниях защитников говорят, время лечит. Но только во снах часто приходят погибшие друзья. Периодически бывает снится. Но это вот самое страшное, это вот когда расстрел колонны на крепости. Это трагическая случайность, когда боевые потери несли от своих же. Гибли друзей. Это потому что ты сегодня с ним сидишь, а через час, через 10 минут его раз и нет. Еще страшная картина 92-го. Трактор красного цвета. Никифор Северин во время боев вывозил из-под огня тела погибших, чтобы похоронить. Жители часто его видели. И даже когда пришел мир, не могли забыть. Уже даже война кончилась уже. Мы уже переехали в родильный дом. И мы идем с моими сотрудницами. Едет трактор. И трактор, я как увидела этот трактор, я в ужасе была. Я просто упала в оборок. Мне показалось, что едет трактор впереди этим своим кузовом. И там трупы лежали. И за плеткой каждый слой был перекрыт. И он везет трупы. И меня, Елена Петровна, меня так сказали, Рима, Рима, что с тобой? Я говорю, трупы, трактор, трупы. Да какой трактор? Мусор везет трактор. Мусор везет. Продолжение следует. С 1992-го погибли сотни. Женщины, дети. Приднестровье выстояло. Мир и сегодня – главная ценность для наших людей.